Взлетая выше ели, не ведая преград. В Ночвоксарске прошел 15-й республиканский фестиваль воздушных змеев. Около 50 ярких змеев, от самых маленьких и плоских до огромных и объемных, взмыли в небо над Ночвоксарской набережной. Ежегодно в соревнованиях участвуют около 50 человек. В этом году у нас приехали команды из 8 районов и городов Чувашии. Ребята продемонстрируют свои модели в пяти классах. Это плоские змеи, объемные змеи, управляемые змеи, демонстрационные и экспериментальные змеи. Среди участников много тех, кто приезжает сюда не в первый раз. Алексей Игнатьев в прошлом году занял второе место. В этом году готовился тщательнее, змей получился больше и маневреннее. Я участвую в этом соревновании уже в четвертый раз. Я занимал здесь призовые места. Эти соревнования развивают во мне мастерство. С каждым разом я приезжаю с воздушным змеем, который в разы лучше предыдущего. В этом году у меня новый змей в классе коробчатые змеи. Он, хотя и выглядит как треугольник, но в классе объемных змеев. Я его делал почти полгода. Вложил в него всю свою душу, все свое мастерство. В мастерстве изготовления летающих объектов мальчишкам ничуть не уступают и девочки. Аделина Кудряшова из Яльчикского района уже два года занимается в кружке. Мастерит воздушных змеев. В прошлом году девушка стала лучшей в номинации «Плоский змей». А в этом году привезла на конкурс настоящего дракона. И снова заняла первое место, но уже в номинации «Экспериментальный змей». Вообще, яльчурские змееводы в этом году заняли почти весь пьедестал. По итогам командного зачета именно им вручили кубок победителя. Второе место у команды Комсомольского района. Третье разделили Вурнарский район и Новочебоксарск. Галина Титарчук, Алина Сусметова, Борис Андреев. Республика.